Всем привет, уважаемые зрители, и добро пожаловать на очередное видео. И добро пожаловать в новую рубрику под названием «Вся правда о трансформерах», где я буду рассказывать про разных героев и очень подробно, и надеюсь на вашу поддержку. Давайте начнём! Сегодня я попытаюсь вам рассказать как можно больше об Оптимусе Прайме. В общем, приятного просмотра! Оптимус Прайм, автобот, лидер автобот, основной персонаж всех мультфильмов, комиксов, фильмов, книг и видеоигр. Могу дополнить, также часто мы его видим в виде игрушек и различных фигурок. Из главных особенностей Оптимуса Прайма относятся доброта и сострадание, которое распространяется на всё живое и жителей Земли. И главный противник Оптимуса, конечно же, Мегатрон, лидер Десептикона. Если вспомнить, то Оптимус и Мегатрон были союзниками и друзьями. Но была революция, и они разошлись по своим сторонам. Оптимус Прайм воюет, чтобы защитить слабых и тех, чья свобода находится под угрозой. Но для этого нужно навсегда разгромить Десептикона. Главная цель Оптимуса — сохранение мира и жизни во вселенной. Оптимус Прайм обладает безграничной мудростью, неимоверной огромной физической силой, сохраняет самообладание в экстремальных ситуациях, имеет отличные боевые навыки, и это делает его непобедимым. Но, конечно, быть непобедимым не значит быть неуязвимым. Практически в каждом сериале Оптимус Прайм погибает. Но он всегда возродится и становится более сильнее, чем был. Нельзя забывать, что Оптимус Прайм является носителем матрицы лидерства, которая хранит в себе мудрость, накопленную автоботами за многие миллионы лет. Матрица лидерства дает Оптимусу Прайму ответы на самые сложные вопросы, помогает руководить автоботами даже в экстремальных ситуациях и бороться с Десептиконами. А теперь поговорим о его технических характеристиках, умениях и характере. Приступим. Рост Оптимуса Прайма составляет 12,7 метров. Корпус выполнен из кобальтового суперсплава, который делает его устойчивым почти к любым ударам и взрывам. Фирменная окраска корпуса сочетания красного, синего и белого. Так легко определить Прайма в мультиках и фильмах. В режиме робота у него на груди расположены окна, которые могут раскрываться, а за ними находится камера, где хранится матрица лидерства. Шлем Оптимуса синий с двумя антеннами по бокам. Также лицо может защитить защитные пластины. Оптические датчики синие, то есть глаза. Основное оружие Оптимуса – пушка шквального огня с лазерным прицелом. Стреляет плутониевыми боеголовками. Радиус поражения до 1 километра. Изрывная сила эквивалентна 15 килограммам тротила. Пушка перезаряжается автоматически и может непрерывно уничтожать врагов. Оптимус Прайм имеет трейлер, и с ним он становится воистину непобедимым воином. Коронная атака Прайма – лазерная метель. В режиме машины может использовать очень чувствительную антенну для обнаружения врагов в радиусе до 10 километров. Трансформируется в пожарный автомобиль Хино Брандлайер. Как мы знаем, Оптимус Прайм может объединиться с джетфайром для получения реактивных двигателей и бластеров. В различных мультиках имеет различные оружия. Если говорить про фильм, то Оптимус Прайм трансформируется в шестиколесный грузовик Петербилд, двигатель 850 лошадиных сил и максимальная скорость 400 километров в час. В виде робота вооружен ракетами, двумя мечами, крюками, секирой и пушкой с лазерным прицелом. В фильме «Эпоха истребления» Оптимус имел форму ржавого грузовика «Мормон» для маскировки. Позже стал красно-синим тягачом Western Star 2014. Теперь давайте поговорим про его умения. Оптимус Прайм один из самых лучших и опытных среди автоботов, да и среди трансформеров вообще. Одинаково хорошо владеет всеми видами оружия, замечательный тактик и стратег, знаком со всеми отраслями кибертронских наук, а также обладает выдающимся талантами полководца. Характер Оптимуса Прайма В мультисериалах Оптимус Прайм «Рыцарь без страха» – идеальный командир автоботу. Если говорить, какой характер Оптимуса в фильмах, то несколько иной. Конечно, благороден и бесстрашен, но его характер утрачивает привычную мягкость. Это можно заметить в третьем фильме, где Оптимус Прайм демонстрирует несвойственную ему прежде беспощадность к врагам. Также и в четвертом фильме это заметно. Цитата. «Автоботы, я поклялся никогда не убивать людей, но когда я узнаю, кто стоит за этим, я прикончу его». Ну а теперь биография Оптимуса Прайма в мультсериалах. Какой же Оптимус Прайм был в самом первом мультсериале 1984 по 1987 годах? До начала Великой Войны был известен как Орион Пакс. В один момент добродушие послужило причиной беды. Доверившись Мегатрону, Орион Пакс показал ему энергохранилище автоботов, а тот со своим войском захватил. Было сражение, и Орион, друг Дион и возлюбленная элита-1 были сильно ранены и могли бы погибнуть, но их спасли. Поставив Ориона в мастерскую мудрого Альфа Триона, реконструировали Ориона в настоящего воина. Таким образом появился Оптимус Прайм. В ходе войны энергетические ресурсы были истощены, когда Оптимус собрал команду из лучших и отправился в путешествие за новыми источниками энергии. Во время полета напали дезептиконы и взяли ковчег, корабль, автоботов, на абортах, и в итоге рухнул на землю. Отже выяснилось, что планета обитаема, и Оптимус должен защищать своих и сражаться с дезептиконами, но также и защищать землю, чтобы люди не пострадали. Во время битвы в городе Оптимус был тяжело ранен в поединке с Мегатроном, и в итоге потеряли хорошего лидера. Спустя некоторое время Оптимус был воскрешен квинтэсонами и превращен в зомби. Квинтэсоны хотели таким образом управлять Праймом и устранить нового лидера автоботов Родимуса Прайма. Но Оптимус сумел совладать с собой и решил совершить самоубийство, направив корабль к Солнцу. Во время полета к Солнцу люди спасли его и починили. А теперь биография из мультика Animated 2007-2009 год. Оптимус Прайм молодой офицер, выпускник военной академии в Автобот-Сити на Кибертроне. Однажды произошел трагический случай. Оптимус с Элитой-1 и Сентоном были на экспедиции на неизвестной планете, и Элита пропала. В итоге Оптимус обвинил себя и по приказу Ультрамагнуса отправился руководить заштатной ремонтной бригадой. И тут познакомился с Бамблби, Рэчетом, Праулом и Булкредом. Ну и немного биографии из мультика Transformers Prime 2010-2013. В давние времена на Кибертроне занимал скромную должность Архивариуса и дружил с Мегатроном. Был простым гладиатором. Тогда Оптимуса звали Орион Пакс. В конце первого сезона Оптимус использовал Матрицу Лидерства в сражении с Юникроном и потребовало очень много сил, что он все забыл. Оптимус стал себя называть Орионом Паксом. Также подружился с Мегатроном, что начал считать себя Десептиконом. Позже память вернулась к Оптимусу благодаря Старскриму. А теперь биография в фильмах. В первом фильме 2007 года прибывает на Землю со своим небольшим, но надежным войском в поиске Великой Искры. Цель Оптимуса уничтожить Олдспарк, Искру, чтобы Десептиконы не смогли осуществить свои злодейские намерения. Во втором фильме Месть Падших 2009 год создалось смешанное подразделение под названием Нест. В состав входили люди и автоботы, чтобы выслеживать и уничтожать Десептикон. В Шанхае Оптимус убил Демалышера, который перед смертью сказал о пробуждении Фоллона. Сэм с друзьями попал в плен к Мегатрону, когда избавились от девушки-робот. Оптимус пришел на помощь, но в итоге битва была в лесу. Оптимус против Мегатрона, против Старскрима и Гриндера. Убив Гриндера, Оптимус звал Сэма. Но Мегатрон, воспользовавший этим моментом, убил лидера автоботов Оптимуса Прайма. Ударом в спину и тем самым освободил Фоллона. После всего случившегося, Сэм хотел вернуть к жизни Прайма. Наткнувшись случайно на Десептикона Джетфайра, который решил помочь, сказал Матрице лидерство. Сэм подумал, что если это поможет возродить каким-то образом Оптимуса Прайма. Джетфайр сказал, что так еще никто не делал, но возможно получится. В итоге Сэм смог это сделать и оживил Прайма. Но этого было мало. Оптимус был слаб. И чтобы остановить Мегатрона и Фоллона, Джетфайр решил пожертвовать собой. Тем самым дал много деталей, силы, ракет. Прайм стал очень сильным. И в итоге он одолел Фоллона очень жестко и покалечил Мегатрона. В третьем фильме 2011 года Оптимус с подразделением Нест отправились в Чернобыль. Там была обнаружена деталь от давнего пропавшего корабля автоботов по названию Ковчег. Отправившись на Луну, Оптимус и Ретчет находят колонны из Сентинела Прайма. Несмотря на то, что Оптимус помог Сентинеллу, позже он решил сделать сделку с Мегатроном. И жестоко убил Аренхайда и забрал колонны. Настал тот день, когда автоботы должны были покинуть Землю. И спустя некоторое время Старскрим уничтожает корабль. Оказалось, что все остались в живых. Так как автоботы были в специальной капсуле и они уже давным-давно освободились. Последняя битва. Сентинел, Оптимус и Мегатрон. Конечно, нужно сказать спасибо Мегатрону, так как он вмешался в битву Сентинела и Оптимуса. И спас жизнь Оптимуса и покалечил Сентинела Прайма. В итоге Оптимус убивает Мегатрона, оторвав ему голову и добивает Сентинела. В конце Оптимус Прайм сказал. День, когда мы должны покинуть эту планету, не наступит никогда. В четвертом фильме 2014 года выжившие автоботы прятались, так же и Оптимус Прайм. В виде старого грузовика заброшен в кинотеатре, где был обнаружен и куплен Кейдом Йегером. Заметив, что это не просто грузовик, а трансформер, Кейд Йегер решил разобраться. Позже вернул его к жизни, вытащив из искры ракету. В конце концов обнаружили, где находится беглец, то есть Оптимус Прайм. Но Кейд Йегер с дочкой скрывали информацию. Оптимусу пришлось обнаружить себя, чтобы спасти людей. Позже Прайм отсканировал современный грузовик и стал очень красивым и сильным. Так же объединился с другими автоботами. Это Дрифт, это Кросс Хэрс, это Хаунд и Бамблби. Была битва и Оптимус обнаружил присутствие Мегатрона в Головотроне. Позже вмешался Локдаун в эту битву и атаковал Прайма и сказал, создатели ждут тебя. И забрал его к себе на корабль. Разработав план по спасению Прайма, автоботы смогли спасти своего лидера и сбежали с корабля Локдауна. Важный момент. Оптимус освободил Диноботов и сразился с Гримлоком. И конечно же верхом на нем поскакал в бой Китай. Все себя проявляли как сильные бойцы. Но итоговая битва должна была произойти. Локдаун против Оптимуса Прайма. Так же в той битве Оптимус первый раз убил человека, чтобы спасти своего спасителя Кейда. Локдаун был разрезан пополам. Прайм забрал зерно и отправился в космос на поиск своих создателей. В пятом последнем фильме от Майкла Бэя 2017 года Оптимус Прайм прилетает на Кибертрон. Где встречает Квинтессу, которая берет его в плен и рассказывает о Юникронике. Она требует искупить вину Прайма за уничтожение его мира. Но Оптимус сопротивляется. И тогда Квинтесса ударяет Прайма по лицу. И тем самым Прайм становится Немесис Прайма. И отправляется на землю. Вернувшись на землю, убивает двух рыцарей и позже состоялась битва лучших друзей Оптимус Прайм и Бамбл. Казалось, что мы потеряем Бамблби, но он заговорил и тем самым спас себя и возвращает в сознание Прайма. После этого Мегатрон отбирает посох Квинтессы и улетает. Но тут приходят другие рыцари и хотят убить Прайма за предательство. Оптимус был готов смириться, но Кейт вновь спас Прайма. И финальная битва. Оптимус одолевает Мегатрона и, приняв удар на себя, Бамблби выстреливает в Квинтессу. Автоботы покидают землю, чтобы восстановить свои миры. В фильме Бамблби 2018 года Оптимус хорошо себя проявляет как воин. Но из-за огромного количества десептиконов он отступает к крепости, чтобы эвакуировать автобота в другие планеты. Прайм также отправляет Бамблби на Землю, а сам принимает удар на себя и выигрывает время для Бамблби. В конце фильма Прайм прибыл на Землю и встретился с Бамблби, но конечно же не один. Ну а теперь, где же Оптимус Прайм появлялся, кто его озвучил? The Transformers. Первый мультсериал. 1984-1987 года. Озвучивал Оптимуса Прайма Питер Каллов. Beast Wars. 1996-1999 года. Гарри Чалк. Transformers Beast Machines. 1999-2000 года. Озвучивал Гарри Чалк. Transformers Robots in the Skies 2001. 2000-х годов мультсериал. Озвучивал Нейл Каплан. Transformers Armada. 2002-2003 года. Озвучивал Гарри Чалк. Также была игра The Transformers 2003 года. Озвучивал Роберт Белгрейт. Transformers Energon. 2004 год. Озвучивал Гарри Чалк. Transformers Savatron. 2005 год. Озвучивал Гарри Чалк. Transformers Animated. 2007-2009 года. Дэвид Кей. Transformers. Первый фильм. 2007 год. Озвучивал Питер Каллан. Также игра 2007 года. По первому фильму. Transformers Universe. 2008 год. Озвучивал Рон Хайден. Transformers Mесть Патчек. Второй фильм. 2009 года. Также озвучивал Питер Каллан. И также была игра по фильму. Transformers Cyber Missions. 2010 год. Озвучивал Оптимуса Прайма Эрик Эдвардс. Transformers Prime и Transformers Prime Beast Hunters. 2010-2013 года. Озвучивал Питер Каллан. И также была игра Transformers Prime по мультику. 2012 год. Игра Transformers. Битва за Кибертрон. 2010 год. Третий фильм. Transformers. Обратная сторона Луны. Также озвучивал Питер Каллан. И также есть игра 2011 года. И также игра Transformers. Падение Кибертрона. 2012 год. Transformers Rescue Bots. 2012-2016 года. Озвучивал Питер Каллан. Четвертый фильм. Трансформеры. Век вымирания. Озвучивал Оптимуса Прайма. Также Питер Каллан. И также имеется игра 2014 года. Transformers Robots in Disguise. 2015-2017 года. Озвучивал Питер Каллан. И также имеется игра 2015 года Transformers Robots in Disguise. Также имеется игра Transformers Devastation. 2015 года. Последний фильм Майкла Бэя. Трансформеры 5. Последний рыцарь. Оптимуса Прайма. Озвучивал Питер Каллан. Фильм 2017 года. Следующий мультсериал. Transformers Cyberverse. 2018-2020 года. Питер Каллан. Озвучивал Оптимуса Прайма. Transformers Bumblebee. Фильм 2018 года. Также Прайма. Озвучивал Питер Каллан. И последний пока что мультсериал. На данный момент Transformers Rescue Bots Academy. 2019 год. И как известно, в 2020 году будет продолжение. Насколько информация настоящая, я точно сказать не могу. Было много различных игр на приставке, на компьютер и также на телефоны. К примеру, как Transformers Angry Birds. А теперь давайте посмотрим, как же Оптимус Прайм выглядел в виде игрушек-фигурок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорят, что будет спин-офф об Оптимусе Прайме. Но есть и другая информация, что будет Bumblebee 2, и возможно там будет больше про Прайма и Beast Wars фильм. Конечно же, имеется много различных журналов о трансформерах, где также встречается и Оптимус Прайм. Имеются различные раскраски, коробочки, брелки, фигурки, констовары и прочее. Также Оптимуса Прайма делают из лего, из бумаги и прочих материалов. Ну и в общем всё. На этом рубрика «Вся правда о трансформерах» подходит к концу. Я надеюсь, вам видео понравилось, так как пришлось потратить немало времени и усилий. Если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, то дайте знак в комментариях, а я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал IngerPlay, ставьте пальцы, комментируйте и рассказывайте своим друзьям. Чем больше у нас, тем лучше, и увидимся в новых видео. Всем пока.